Друзья мои, я нахожусь в книжном магазине «Капитал». Здесь сегодня презентацию своей новой книги проводит доктор исторических новок Виктор Иванович Козайбул. С моим из этих собралось очень много, даже среди них нескольких кандидатов в мэры или потенциальных кандидатов в мэры, но это совершенно не важно, важно, что человек закончил большую работу, давайте посмотрим, что он будет рассказать по своей новой книге. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что нашли в мэры, в мэры, в мэре, в мэре. Я очень рад. Начинаем нашли презентацию, сегодня я представляю. Вот ровно четыре года назад, ровно четыре года назад в югле, в 2017 году я представлял свою первую книгу про Александр Иванович Кучков. Махом пролетело четыре года, да, и в числе тоже четыре года. Обалдеть, да. И вот сегодня я представляю логическое продолжение, с одной стороны, биография Александра Ивановича Кучкова. Эта книга под названием «Белый Иванович, карнировок рос». И второе название такое «Александр Иванович Кучков, государственный переворот 9 июня 23 года в Болгарии». Я хочу сказать о этой книге, о своей работе, потому что, как мне еще, в своей первой книге, я там тоже небольшой раздел по болгарскому стилю Кучкова. Для той ситуации, которую я подошел в этом году, в эти перевороты. И вот два года назад мне появилась возможность, я поехал в Болгарию, отработал там полтора месяца по болгарских архивах, по библиотеке, архиву Махедонского научного института, в Махедонске это «София». Вот это называется «София». В целом, не говоря, у меня была идея собрать какие-то материалы, посмотреть болгарский след для какой-то будущей книги для реагерации совершения. Но когда я начал там работать, то выяснилось, какие-то материалы. А самое главное масштаб эффективности, она просто уже и снова, и я понял, что это может вылиться в водении генов, в водении исторических конструктивных. О чем данная ситуация? В 1923 году, при участии и активном взаимодействии представителей русской института, которые находились в Болгарии, но не только в Болгарии, а в Итальянском, а в Белой Армии, в Европе. Они приняли участие в государственном взаимодействии в Волгарии в 1920 году. До этого я обнаружил в государственном взаимодействии артистской федерации два письма Бычкова, где он написал вот эти свои планы, предложения унировой главы решительного взаимодействия. И вот, через месяц я нашел слогу, разматывался, если кто-нибудь посмотрит, смотрит, и вышел на эти темы, мне стало интересно, как это могло вообще произойти в других людей в другую страну, и там чего-то относилось. Ну и, конечно, мне было интересно понять технологию, как это все происходило. Потому что, конечно, основная тема, которую мне интересует, это история русской войны в 1917 году. И у нас и тут, сколько это прошло, недавно празднуло, и здесь было очень сильный дебатт, что он все-таки был преобладающим. И вот, например, какие-то какие-то элементы организованности. И вот у меня там рабочая версия, что это организованное действие именно с точки зрения нескольких жизни. Это не значит, что там пять тысяч человек сели, которые думают, а давай на неважную ситуацию. Мы, конечно, это все не так. Нужны посылки, определенные условия, а дальше удивительный фактор. И без этого все равно ничего подобного не может. Как бы, например, пятьдесят человек сели, а устроенных коричневых не будет. Ничего не должно. Если государство сильное, государство надежное, и муравеет, творит открытие, то 10-20 человек будет задуматься, иностранные линии, иностранные линии. Ну, в чем с этим, да? Ну, в короче, если да. Такие темы, как перевороты, замыслы, нет практически письменных источников. И вот у меня была 25-го дня рецентрация в Софии этой книге. Я сразу сказал, дорогие друзья, я не болгарист, я не болгарист, я не забираюсь убежать в какие-то темы истории Болгарии, мне региструют российские истории, в частности, в положении русской эмиграции. Ну, раз это получилось на территории Болгарии, то вот такая ситуация. Как будет? Поэтому Болгария обговоротился. Я, конечно, осознаюсь общественностью, я им правильно не говорил, в силу того, что я не болгарист, я, конечно, у других меня просто не понимал. А оказалось, что вот этот переворот 23-го года, это самое ключевое событие в болгарской циографии между двумя мировыми войнами. Первый и второй. И там дебаты идут до сих пор. Ну, например, у нас проставили, да, старинисты, старинисты, там, собирается друг друга убивать вот туда. Вот у них примерно то же самое. Потом у них сторонники, там, противники. Самое главное потомки. Они до сих пор там это все помнят. Даже презентация была. Сначала предстоит одну группу из трех. Потом следует другой группа. Я говорю, я вот самая. В Болгарии, мне повезло встречаться с историками, в частности, с великого класса. Так он в дураке занимается этой темой. Темой белой миграции, белой армии. И, может, вот этот 70 лет будет. Очень известный историк в Болгарии. Я очень рад, что я с ним познакомился. У него много статей. И так вот получилось. Я попросил, чтобы меня познакомили. И коллеги Советского университета, пофессора, вместе в себе. Он мне передал кучу литературы, свои, написанные на эту тему. Я там изучил. И нашел несколько моментов. Ну, коллеги. Необходимые для меня, как бы. Вот той схеме, которую мы там рисовали. Он рисовал свою схему. Вот этого события переворота. Добавили свою. И мы ее так и назвали. В книге ее сделали. Схема. Спасов, когда доник. Кто заинтересуется, прочитает. Там это было есть. Но проблема у меня возникла другая. Когда я написал вот эту часть. Главное. Как переворот. Как это все было. Задумывалось. Как это все сделалось. И я эти свою операцию перечитал. Я поймал тебя на мысли, что если оставить такой вид этот про перевал. То другие коллеги. Просто считать это. Один. В крайней мере, я не пойму, что он идет речь. Почему? Потому что, прежде чем говорить о перевал. Все, конечно, это регион 23-го года. Надо, конечно, понимать. А как там вообще делая армия оказалась? Что это за такое? Какие были отношения? И вот с тем, пятая часть у меня книги. Это про перевал. Первые четыре части. Там буквально по годам. Расписано. Откуда эта армия взялась. Как она оказалась в Тульской Болгарии. 21-й год. 22-й. 23-й. Но этого года мало. Раз это не находилось в институте Болгарии. Надо было понять и осознать. А что, собственно говоря, происходило со мной в Болгарии. Какие были там события? Что на это повлияло? Потому что там нельзя сводить только к одному, что это просто взрослые пришли и в ЧВС, а не устроили. Ну и, конечно, это было все пропадение интересов. Исходя из вот такой жуткой буквально внутриполитической обстановки самой Болгарии и различных политических всех. Прошло вот это вот и объединение. Три основных группы было. Это, с одной стороны, оппозиционный блок правительского болгарского союзия. Был миграции с нашей. Мы с Россией имеем в виду. Вторая группа, это были коммунисты, это коммунисты, российские большевики, советские. И третья, это вот правительственная честь. Пример, мистер Стангулийский. Стангулийский, чтобы понятно было, у меня один коллега в Болгарске пытались выйти, что такое говорили. В Болгарске это ваш единство. Это вот один в один. И ВЗС партия, Болгарский ДНС, это ваше исто. И когда я дальше не смотрел, на самом деле это все как-то было. Но он был взаимодействием с другими, то есть российскими регионами. Сейчас до сих пор, который Владимир Евгеньевич был очень известный в СССР. И вот даже в гене Приворота он находился на Болгарии, был арестован, и там все возможности. Вот три части, которые между собой боролись. Я в целом оцениваю ситуацию с 20-го до 30-го года в Болгарии. Это как продолжение гражданской войны, российской, новой чужой территории и иной черной. То есть там не было спичьбы, такое вот, обои, пулинота, и борьба происходила в трёх сферах. Это физическое пространство, как писали в СССР, это информационное пространство, это у Антона Луча в СССР. И вот, как думали, что думали, что представляли об этом. И вот эта больно посадила в этом плане. И в каждой части я размахнула эту ситуацию, именно по этими участками. Что бы, я сказал, учительство пришло в вас. Дальше за мной это понятно, есть махал с костями. Потому что, вот, у нас во многом-то сооружение призов на бытовом уровне. Что мы знаем, он делает армию. Ну, основном, это через грех, да? Вот были Константинополь. Потом там начинаются все эти лени, разброд, шатание, какая-то гибель и так далее. Вот, кстати, в чьи были, такой-то самаш, вот, на самом деле, вот этот вот генерал Стлащук, у меня своего глава посвящена ему. У него хранили запахнутая судьба. Он там уникально, с ним ничего не делался. Он в 21-м году вернулся в Советскую Россию. Я нашел там тоже очень крупные документы, как его замечали. Это, конечно, было уникальным. Дело в том, что в 20-м году прибытии в Станбол, он разругался с Гамзином. Ему вышли еще много званий. Ему везли в Апас. И он, Апас, по сути, первое действие существования. Занимался огородничеством. Пытался кроликов выращивать. Здесь ему подпишли чикисты. Потом, по-самому, опять трудно, что в Талейске и Чикистках, как раз, работали просто уникально. Очень грамотно работали. И, вот, в эти главы, там, где эти события, вот, описывали, да, там, вот, снимали тяпл, вот, как они все очень грамотно все делают. И использовали самые, как разнообразные методы, подходы. И вот они, что-то, где там, с ним, приговор. И дали старушку, в 21-м году, у них какой-то, 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 причинный. То есть, как-то умрение, неописание. Король заплывает. Вот здесь еще два ванна встречают. Потом кранчат. Уходят там. Монтозы. И вот, как-то, не свидание. Монтозы. Каждый факт или две. Монтозы. А тут, как-то, не так. Генерал Лишин. Ну, подвище такое было. Лишин. Настоянно. Ну, он тоже, как фильм не показывает, да, не видит. Это, на самом деле, все так было. Злодей, там, убийца. Ну, в самом деле, не словно. И тут его встречают. На главной площади улице устраивает. Большой парад. Может быть, так, связанным парадом. Парад. Убираем там, где-то, кто-то. Потом говорит. Здорово Орлы. Просто пара встреча. Потом все вместе пойдет интернационал. Парад. После этого он на вокзал. Включал его говорить. Потом на вокзал. В личный вокзал. Учились все другие дежи. Ставцы. Учились. 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 Придется было бы не вырушал. А раз я гону на Ямуник. Я праве сам себе выбирать, кому стоитobret. Я русский генерал. Я переживаю за Россию. За русский народ. Я вообще не коммунист. Ну, а теперь я улыбираю кто у вас, который сегодня ленин на восьмом сиди советов не сказал это декабре двадцатого года что да мы победили вангеля норме и уничтожено и поэтому надо быть всегда готов что они нападут там что-то было делать эвакуацию которую сделал вангель это было уникальное явление 135 тысяч человек руку елась 126 морских флагов ушли из крема то есть очень организовано очень качественно мы когда говорим с вами про эвакуацию мы всегда вспоминаем отечественную войну как это все было сделано вот такая небольшая предыстория это было вангеля ну что-то наподобие 135 человек это очень много конечно и он дальше они там начали жить и выживать надо отдать должное вангеля он сохранил и как организованную военную силу и дисциплину и порядок а дальше началась борьба за выживание это тоже в одной из главном первых описывают демонические события вы представляете психологию и русского генерала да вот они воевали мировая война была они воевали союзники англичане французы но никак надеялись вот сейчас мы приедем в турцию да переформируемся у нас там один это будет накормить вот оружие интервенции на советскую россию там мы добьем этих большевиков и так далее и это не приезжает с этими мыслями в константинополь а там говорят а все дорогие друзья все закончилось вангель ты больше не командующий армия больше не армия вы просто гражданские люди и сердце и когда как же так может а мне все они сами сказали нас это не касается армию разоружить чтобы не было и куда хотите хотите в союзную россию возвращаетесь хотите там дальше как-то французы говорят ну вас еще маленько покормим а дальше будьте любезны сами из 1 апреля мы прекращаем вас гордить и вангель говорит на совещании в константинополе собрал генералов и говорит французы это наши бывшие союзники сейчас стали предателями а возможно скоро будут нашими врагами это и к вопросу о том когда я по крайней мере сам учился нам все говорили что антанта интервенция окружении врагов что вот-вот опять война будет ну это все не так потому что европе в конце двадцатого начале двадцать первого года откровенно говоря было не до россии не было куча своих проблем он причем было его не подбуком в индии и восстание в южной африке у французов экономика вздыхала тем более что у них там германии доводи войска победили а экономика осталась конкуренция англичане как всегда довольно хитрованы главное не буду уничтожить военный морской флот германия чтобы угрозой представляли они и уничтожили а дальше борьба за ему по это конкуренция с францией поэтому германия им полезно было то есть бывшие союзники по первой мировой войне они естественно как бы разошлись но для россии я вот это тоже описываю восприятие большевики а это всех устраивало а что российская империя как мощный геополитический противник исчез с политической карты мира российская империя как бывшая потеряла кучу территорий фенляндия польша прибалтика часть украины чем белоруссии бессарабия прочее оставшие там россия убивая друг друга да замечательно убиваете дальше друг друга какая проблема зачем мы будем туда лезть да и не до вас там как бы то есть это на самом деле ситуация довольно всех устраив да и 21 год политика в советской россии нэм концессия торговое соглашение с англией россия превратилась и превращали ее в рынок сбыт так сказать шерпотреба оттуда сырье ну все нормально как бы тут старевшие технологии все как положено поэтому чем поэтому зачем ее завоевывать пока не помогать разберется гражданская война только закончилась такая боевая на дальний востоке еще воюет до конца 22 года поэтому ситуация на принципе как они рассуждали без нас то обойдется это конечно был громадный удар для а лидеров белые миграции которые надеялись на союзников что им помогут никак не могли понять что интересами союзников не ходили эти планы возрождение великой россии это проблема самих русских и об этом собственно не так и говорили это ваши проблемы решить их сами мы тут причем у цинично не цинично и тем не менее по так как бы там происходило и вот армия врангеле сам врангеле они стали перед выбором что делать так как в этой ситуации причем русской миграции тоже далеко не все просто было а именно очень сильно раскололась милюков категорически против выступил врангеле он должен идти армию надо распустить и должна быть новая тактика ждать перерождение там советской власти и когда советская власть рухнет то мы как самые подготовленные должны прийти сесть нас позовут а кого еще звать как не милюкова правильно и вот они там эти дебаты вот примерно как никто там в кафе собирается кофе пьют так они тоже там а кто будет министром странных дел милюков а этим талант сидели там спорили там гучков александр иванович надо ему должное он практически сразу стал на позицию врангеля защиты белой армии и как много помогал научил в сентябре двадцатого года прибыл в крым там познакомился с ангелем и он оказался первым который в сентябре двадцатого года еще до падения на крушение врангель говорил не верьте французам не нужны мне надо рассчитывать на свои силы и пытался разоблачить вот эти иллюзии вот эти суеверия что якобы там кто-то нужен ему естественно не поверили не может такого быть не могут французы бросить потому что вот недавно совсем русский корпус первая мировая война спасли париж и не могут же быть они такими неблагодарными он быть могут но ему никто не поверил тем не менее когда он уехал сразу стал на эти позиции что белая армия это последний осколок российской государственности пока есть армия есть русское государство ну вы их понимаете и поэтому надо приложить все силы отбросить все и помогать вам нравится он кому-то не нравится но пока есть армия и есть российское государство а дальше началась опять ситуация что делать по истории мы помним вот эту армию отправили на 9 территорию галлиполе полуостров и казаков остров лемнос это 21 год они там находились и постоянно прессинг союзников разогнать распустить все это дело сделать как будто ситуацию страшное дело ну кто такие русские генералы на самом деле ну когда смотрим фильмы там вот особенно сейчас последнее время там все такие деды 60-70 лет на самом деле тогда генерала будут 30-35 лет 38 ну до 40 лет молодые мужики здоровые которые кроме того чтобы воевать делать то ничего не умеют это единственное их занятие и когда мирная там такая жизнь чувствует себя галыми унылыми как-то не так и он они находятся на этом полуострове их-то постоянно прессует и тогда в 21 году родился дерзкий план штабе генерала кутепова плюнуть на все это дело выйти оттуда с боем свернуть этот сенегальский батальон который говорил и маршин дойти до концертинополя и захватить его ко всем чертям и на святой софии его друзей русский триколор самое смешное самое смешное что этот план мог удастся потому что протяжении от этого полуострова до концертинополя не было никаких войск самое интересное что любая авантюра она находит своих союзников в этом оказались заинтересованы греки которые сказали мы дадим им продукты и там других последователей болгары дали карты это дело дошло до французов но я так подозреваю как специалист в области пиар и коммуникации что была сделана специальная утечка подпугнуть французов и все это дело быстро происходило и после этого эту армию расселили в сербии и болгарии и дальше началась эта болгарская история русская армия конечно ее встретили очень хорошо потому что болгар особенно простые болгара благодарность упоминали русско-турецкую войну встречали очень хорошо но в 22 году начались первые притеснения неприятности потому что кто такой стамбулейский это левак сср а тут советской россии у нее там успехи определенные мирные там конференции понимает что авторитет советской россии растет а тут белая армия как-то это не совсем правильно и что-то с этой армии надо делать и тем более вообще что такое 20 тысяч человек вооруженных да хорошо подготовленных а вся болгарская армия 10 тысяч человек добровольцы потому что проигравшие этом разогнали как бы в этом отношении и вот там начинаются такие неприятности армию надо разлагать советские агенты советские агенты присылают крупных специалистов один самых был крупнейшим специалистом организации борьбы это был бывший царский жандармский генерал охранки ну политический сыск генерал комиссара который после революции там у него судьба я вот книги написал кому интересно почитаете интереснейшая судьба ну короче начал сотрудничать с большевиками он получает заказ и он начинает свои бывшие коллег там сводить к нулю прекрасная была операция мая 22 года потом сентябре 23 года ну кстати сказать в октябре 21 года чуть было не убили вангеля было организовано покушение буквально несколько лет назад были опубликованы документы что это все-таки была спецоперация которую готовила агент молодая девушка по-моему 22 года было всего елена феррари поэтесса девятипалая фурия это она все организовала буквально чудо спасло как считали генерала брангеля это в октябре 21 года то есть там целый ряд операций было я это показываю что это была основная часть вот этой гражданской войны плюс информационные кампании с белыми грантской из болгарской с другой стороны как бы все это происходило и одним словом все дело подошло 20 в конце 22 года что другого выхода уже не было что-то надо было делать иначе ну непонятно судьба и вот тогда гучков обращается к вангеля обоснование у меня там есть в качестве приложения эти письма он говорит у нас нет другого выхода как надо сделать переворот и что было правительство лояльное нашим частям и так далее там была очень большая дискуссия несколько месяцев он первый раз обратился к вангеля он дал команду естественно как генерал ну как он дает он своим подчиненным генералом другим взялте проверку они сделали говорят невозможно сделать вот военный переворот невозможно сделать никак не получится ничего говорит да это все не так какая там военная надо все делать по-другому но он делал там все по-другому там прям технологически информационное дипломатические когнитивно ну он для этого слова не употреблял там по-другому и разработал все это определенный план Дальше этот план, мягко говоря, обсуждался в частях Вот Спаса нашел в болгарских архивах документы, где в военно-техническую подготовку готовило 4 генерала 2 болгарских и 2 русских Причем трое из них закончили Санкт-Петербургскую академию генерального штаба У одного болгарского генерала, русская жена То есть они все это вдруг и знали 80% командного состава болгарских армивили русское воспитание В основном от Академии генерального штаба То есть они все друг друга знали, там хорошо дух корпоративный Они очень легко договорились Дальше там технологически привлекают одного профессора Говорят, ты будешь там главой правительства И дальше я подробно описываю, что будущий кабинет министров собрался буквально в ночь с 8-9 А многие друг друга даже не знают То есть все было сделано на них Очень подробно я описываю о том, как это все происходило Очень интересные такие моменты знаю И в правительстве о том, что готовится переворот Информации было море Но как обычно Происходило все по-другому Были пущены целый ряд там позиций Такая дымовая завеса Пустили положенному следу И когда-то министры собирались и говорили Да у нас все под контролем У нас все схвачено Более того Накануне там Ну страна-то демократическая как бы Еще в начале 20-го года Изменили избирательный закон Под правящую партию В апреле произошли выборы В результате правящая партия По главе Стамбулейским Получили полную победу 86% депутатского корпуса Это правящая партия БЗНС Плюс правительство Ну Стамбулейский говорит Да при такой поддержке народа Да кто осмелится Это вот одно из самых главных Заблуждений того времени Сейчас конечно у нас так не делают Сейчас у нас политики более умные Но весь политический процесс Понимался исключительно как электоральный Главное выбрать Выиграть выбор И все Можно уже идти пить пиво там Курить бамбук Все схвачено Оказалось что это все не так Более ущемлены интересы Очень многих людей Потому что ну партия селянская Главное дело на село Стамбулейский видный популист То есть борьба между там Селом и городом И очень интересны такие процессы Очень интересен сам процесс переворота Вот очень многие исследователи Не исследователи А свидетели того времени Они говорили Болгария переживает Очень много там всяких переворотов Но этот переворот был просто уникальный Многие писали Неожиданная революция Никто не ожидал Министр военный Муравьев Еще 7 числа Говорили у нас все схвачено У нас все хорошо Десятого у него берут интервью в тюрьме Он говорит А как так получилось? Как все произошло-то? Почему так все? Как мы здесь оказались-то? И все министры Они там примерно так вот и говорили Никто не понимал Там очень много было всяких событий Потому что Надо было сделать все очень так грамотно Почему? Ну страна проигравшая войну Она по сути дела Ну полукопационная Под наблюдением Надо было сделать переворот Таким образом Чтобы не возбудить союзников Французов Чтобы те не двинули Там свои войска Не разгромили Чтобы сербы не возбудились Румыны не возбудились И все надо было так вот сделать Как бы Профессионально И они это все сделали Вот в заключении Я там указываю Что на мой взгляд Это моя версия Что было очень много схожестей Технологий В событиях Которые происходили В июле 23-го года С событиями Февраля 17-го года Вот Я там привожу Эти примеры Сравниваю Не буду вам рассказывать Просто посмотрите И сделать Я когда в декабре Прошлого года Выступал в Питере Таврические чтения Я Все это показывал Говорю Для чего Не надо знать Историю там Переворота в Болгарии Для того Чтобы лучше знать Историю февраля 17-го года Потому что Вот есть два Очень похожих события По одному Мы точно знаем Кто был сценарист И кто это все придумал По другому событию Мы знаем Что он там принимал Активную роль Ну Каких-то документов Не хватает Методом Исторической Инферспективы Можно как бы Перенести По этим событиям Ну хотя Я предлагаю Как бы это сделать И показать Что это было То же самое Ну примерно То же самое Понятно Разные страны Разные условия И много там Других Как бы вещей Ну условно говоря Там Что День переворота Не было правителей Николая Второго В Питере Ни царя Бориса Вернее Ни Стабулийского В столице Самое главное Было захватить Ситуацию В столице А потом Весью страну Присынить И очень много Там других Потом С точки зрения Легитимности Ведь если Посмотреть Ну сугубо формально Временное правительство Главу Временного Он означил Николая Второй Да Своим указом Он как бы Передал По власти Правительства Ну значит Через Михаила У Бориса То же самое Получилось В Болгарии Да пришли Там ночью Подписывай указ Он подписал указ Хотя он Не имел права Конечно Указ подписывать Потому что Партия другая На выборах победила Но кто будет Разбираться Когда Есть указ Есть указ Все Народ ликует Народ радуется Не буду Он дальше Пересказывать Как бы Единственное Хочу сказать Я сделал все Чтобы книга Читалась Легко И спокойно Как Как детектив Да Потому что На самом деле Это и есть Самый настоящий Детектив Потому что Два года Плотной работы Над этим сюжетом Я там уже побывал Посмотрел Походил Я просто Конечно Был поражен Какие яркие личности И со стороны Красных И со стороны Белых И миграция И болгарские Детели Ну Это вот Изучать И изучать Вот изучать И изучать В этом отношении Красота Замысла Красота Реализация Борьба Это конечно Была борьба Равных противников По силе По духу По вере Но у каждого Просто вера Разная Как это все Потому что Я могу Об этом Говорить До бесконечности Мне конечно Я скрывать Не буду Очень приятно Я решил Первую презентацию Сделать Именно в Болгарии В Софии Потому что Это Ну как бы Территория 25 числа Сделал Очень приятно Мне было конечно Что из Швейцарии Приехал Родной внук Александр Иванович Лучков Он специально туда Приехал Посмотрел Заранее Прочитал книгу У меня Был очень доволен Поляну накрыл Как положено И уехал Опять в Швейцарию Он такой Скромный банкир Там По делам По своим Каким-то Книга Сейчас переводится Болгарин На болгарский язык И Как мне сказали Где-то В осень В ноябре Будет издан На болгарском языке Я скрывать не буду Это конечно Очень приятно Очень почетно А в сентябре Выйдет Учебник Болгария И гимназия Десятого класса Где впервые Как мне сказали Будет раздел О русской миграции В Болгарии О Белой армии О Врангеле О Гучкове Этого никогда не было И там будут ссылки И сноски На мою работу Ну Отбросив Ложную скромность Это конечно Очень приятно Спасибо Потому что Это на самом деле Они говорят Ну что ты волнуешься Я говорю Ну коллеги Одно дело Русскому следовать Для выступать В России И рассказывать О развитии Животноводца В Убинском районе Новосибирской области В 29-31 год Это очень важная тема Она не изучена Вот мы Заметки Недавно Обсуждали По Убинскому району Очень много И было Опять Русскому И российскому Исследователю Не из Москвы Из Новосибирска Где это Новосибирск Откуда он взялся Рядом с Убинкой Это под Убинкой Как раз находится И вдруг там Ну во первых Когда книгу посмотрели Говорят А где это у вас издано И я говорю Новосибирск Надо же Знаете Это анекдот Где это Париж-то 3000 верст От Бердянска А как в Синпиджаке Так и здесь И потом Эта тема Это конечно Очень ответственно Очень важно И самое главное Там Что это было принято Вот В самом начале Там есть предисловие Вот это предисловие Конечно написал Именно болгарский Доктор наук Людмил Спасов Это тот самый Ведущий специалист По этой теме Который там Париж-то 40 лет Занимался И в них И Написал Очень хорошее Предисловие Очень приятное В этом отношении То есть это В свое роду Ну как Как я воспринимаю Некое признание Оценка Что я все-таки Не накуролесил В истории Человеки страны Поэтому Рассказывать Болгарам Про Белые пятна Истории Болгарии Это очень Так Ну очень ответственно Так скажем Очень важно И очень Большое спасибо Я надеюсь Что вы возьмете Книгу Прочитаете Кто-то уже Прочитал Некто Естественно Как всегда Наговорили Кучу всяких Гадостей Но если Приличные люди В нашем городе Есть В отличие от некоторых Не будем говорить Кто Это и так понятно Кто Что тут у нас Сидит Тут Понимаешь Да ну А что тут Мы И так все знают Это же обычно Как бы Рецедент Они придумали Спитально Для наказания Авторов Что не делаешь Первым делом Какое Все таки Это Ой Не могу Слово сказать Кто же Так Печет Ну это понятно Поэтому Я надеюсь Вы прочитаете Если будут Какие-то вопросы Будут Пожалуйста Потому что Если хватит Силы здоровья Я буду там Наверное Продолжать Эту тему Потому что Сам по себе Подход Персоналистика На мой взгляд Очень интересный Потому что Охватывает Большой промежуток Времени Очень много сюжетов Потому что Вычкова Вот не так давно Мне позвонили На даче Отдыхал Как всегда Никого не трогал В бане Позвонили Говорят Виктор Иванович Мы из Москвы Продюсера На будущий год Планируем Начало Большого сериала Про Англобровскую войну И Там будут Персонажи Исторические Нам сказали Что один из самых Ключевых Это Бучков Александр Иванович Мы начали искать Кто что Позвонили внуку Иван Андреевич Кто Расскажите Он говорит Не отнимайте мне времени Звоните в Новосибирск Есть там такой Козадой Он вам Все расскажет Это мы с ним встречаемся Там в Москве Я говорю Иван Андреевич У меня к вам много вопросов Павел Александрович Он говорит Давид Да это я хочу вас послушать Что вы расскажете Про деду На самом деле Я конечно занимаюсь Уже 5 лет За 5 лет Это вторая книга У меня 15 архивов Это 3 питерских Да 4 московских Нижний Новгород Новосибирск Томск Владивосток Хабаровск Нижний Новгород София Великатырнова 15 архивов Десяток Библиотек Это документы Это газета Иммигранты Ну Прекрасные Источники Где можно работать Работать Это И я думаю Что мы далеко Не все еще знаем Потому что Я тут За фейнбуком Следил В дальнейшем У него там Утилизные события Начало 30-х Годов И вот там есть Ну не знаю В Глобочково Это в Германии Где там Всякие такие события Попытка Отречения Гитлера в власти И все другие Это требует Очень детального Такого изучения Дальше Ну опять таки Если хватит силы Ну хотя вот Иван Андреевич Глобочков Мне сказал Поведем тебя В сентябре В октябре Приезжай в Париж Ну нам чего В Париж Сезти Там остался Семейный архив Мы говорит Никого к ним Не пускаем Потому что Мы как-то Приехали с МТВ Мы все рассказали Такую гадость Про деда рассказали Так лилопакостно было Мы говорит Никого не пускаем Мы говорит Сейчас говорит Посмотрели С братом Посовещались И решили Что Можем допустить Только Специалиста Кто понимает Что такое документ И человек Которому мы доверяем Вы говорит Подходите По то и по другое Имеет Конечно Очень приятно Спасибо Спасибо Если есть вопросы Я могу ответить Если нет То В рабочем порядке Спасибо Я чертовски Рад вас всех видеть Знаете Мы же как люди Писатели Творческие Сейчас Творец Депутат Сейчас Секундочку Мы же все делаем Для читателей Для вас Все душу Все сердце Я прошу прощения Партийный Может звонить Какой вопрос у вас Если страна Крепкая И Должны быть события Как вы считаете В каком положении Сегодня мы находимся Наша страна Провокатор Третий Такой момент Если Конечно Недагог Переворотов Мы конечно Не хотим Но если Будет Если Вдруг Третий Вопрос Если Вдруг В стране Такое Произойдет То Готовы Ли Вы Были По этому Плану По другому Товарищ майор Товарищ майор Данный вопрос Я читаю Как провокация Прошу зафиксировать Никаких планов Чего-то там Нету И не было У меня Только история Не более того А данные события У нас Суббота А кино Вот я Закончил Вожди Отбили На будущий год Планируется Большой сериал Про англо-бургскую войну Они что-то готовят А потом дальше Там еще целый ряд сериалов Они пригласили меня В качестве Научного консультанта Это тоже Я уже мечтался Думаю Сейчас И раз Южная Африка Наверное Придется В Плетуре Ехать Там еще Так что Не теряйте Надолго Я уже Там По поводу Ответа Кирилл Вопрос Очень важный У нас Вот С уважаемым Профессором Социологом Уже долго И тут Дебаты По этому поводу Мы даже На время Планируем Потому что Все-таки Мы продолжим Эту работу Такую Теоретическую Побольше Ну или так скажем Историко-теоретическую Работу Именно В этом Таком русле Речь идет О неких Таких Ну скажем Некрадиционных Технологиях Не просто Девороженные Восстания Или еще Такое Происходит А совершенно Другого плана Но Условно говоря То что там Называется Оранжевая Технология Оранжевых Элективных Революций В чем Суть вопроса Вот У нас Принято В литературе Там В прессе Идеологам Элективных Революций Называют Джин Шарп Который Выпустил Там эту Книжку От диктатолог Демократия В 2012 Году Он Дает Интервью И говорит Не называйте Меня идеологом Я вас Очень прошу Потому что Я сам Ничего Не придумал Я просто Изучил И обобщил Весь Набор Этих технологий Которые Есть А потом И говорит Я очень Удивляюсь Русским Почему Вы все Это Отрицаете Потому что Русских Богатейшие Традиции Ненасильственных Методов Борьбы Против Царизма Против Царинизма И целый ряд Таких вопросов Он Очень подробно Изучил Историю Февраля Семнадцатого Года Когда писал Свою диссертацию Вот этот Шарп Я не могу Сказать Изучал Там Бучков Скорее всего Нет Не публично Был человек Но то Что И февраль Семнадцатого Года Применялись Определенные Технологии Ненасильственной Борьбы Это факт Это факт Это убеждение И во многом Потом В июне Двадцать Техго года Это было То же самое То есть Это не просто Вот Городские части Вышли там Казарму Давай втурмовать Стрелять Если бы они Это сделали Либо задушили бы На следующий день Французы Сербы Румыны И так далее А вот Другими методами У них все получилось И Гучков Именно про это И говорил Вот Поэтому Вот опять Похоже Не похоже Естественно Очень много Похоже Очень много Похоже Я писал Статью Вот Опубликовал Вернее Она была Опубликована В журнале Российская история Это наш Самый важный Журнал Исторической науки Где там Вопросы Истищили Организованности Я говорю Давайте посмотрим Вот список Наборских методов Количество Шарпа Которое предложил Посмотрим Что было в феврале Более 90 совпадений 90 совпадений Отличие в чем Радио Телевидение Естественно Интернет Тогда не было Подходы Примерно те же самые Только Ну Каналы Другие были И скорость Прихождения сигнала Более медленная была А так конечно То есть Ненасильственные методы борьбы Ненасильственные Преобладания Это не исключает Что там кровь конечно была Там Какие-то случайности Происходили Убийства Ну Просто Обыкновенные грабежи Как и в феврале 17-го года Так и в июне 20-го года Я это Показываю Послеживаю Потому что Когда власть падает Одних сергает Других убирает У некоторых людей Появляется соблазн Просто пойти И пограбить Или что-то Уничтожить Я бы так ответил Все да Коллеги Устали Спасибо Я достал микрофон Который был прикреплен Это супруга Виктора Ивановича Я к сожалению Не могу Подариться В силу определенных обстоятельств С сегодняшнего дня Но подписать Запрошу А потом На кассе Начинаться Спасибо Давайте Давайте Виктор Сейчас У меня Кто книжку прочитал Можете дать комментарий Прочитанной книжке Кто может дать комментарий Уже Кто прочитал книжку Есть такие Да А где Сергей Праздник Позвольте пройти Позвольте пройти Этот человек прочитал первым Я точно знаю Здравствуйте Уважаемый писатель Великий сибирский писатель Какое ощущение у вас от книжки? Вы же прочитали фактически первым Ну наверно Один из первых До меня Практически Там Какой-то историк прочитал Я так понимаю Исторический консультант А я уже Я вчитался первым Скажем так Подробно По сюжету Не вдаваясь Литературные особенности Сюжет Это Насколько было интересно Это интересно Я Более того Я допустим Исторически плохо подкован А сейчас Прочитав эту книгу Я Особенно Ну практически первым Прочитав Я Какое-то время Сейчас знакомым Рассказываю про историю Болгарии и России 20 Вот в этих самых 20-х годах Больше я ничего Не знаю Зато знаю теперь Про историю Бучкова Но более того Из уст Виктор Ивановича Я знаю и про Его немножко Парижскую историю Я был на том месте Где якобы Он был захоронен В Колумбаре На Проляшес Я его там Не нашел Далее В общем Это было интересно Действительно Интересный труд И исторический И литературный Между прочим Просто я не знаю Наверное мало кто знает Но Виктор Иванович Пошел туда Батю такой У него отец Написал Написал о своих Своем О своей молодости О своей юности О своем Мужане Это было интересно То есть действительно Интересно Об армии Он служил Воевал До войны написал Это было интересно Видимо Виктор Иванович Это все передало А почему Литературная книга Тоже интересна Да Я рекомендую Потому что Я не читал Таких исторических книг Я не особо любитель Исторических трудов Но я с удовольствием читал То есть как читатель Не просто как педагог Как читатель С удовольствием читал Хорошо Спасибо Кто не узнал Это был Это известный Сибирский писатель Серых Клинов Так Мне уже трудно Повернуть камеру О Сергей Ты почитал книгу Да Какое впечатление Это Сергей Дичков Сегодня Виктор Иванович Рассказал В целом Суть книжки Ну примерно такое Я собираюсь Рецензию написать Чуть попозже Я сегодня пришел Послушать Что Виктор расскажет Это полностью Практически совпало С тем Что я увидел В этой книжке Я напишу рецензию То есть есть желание Такое Да Спасибо Ну вот Сегодня в магазине Капитал Собрался Интеллектуальный Заметная часть Интеллектуальной Части Новосибирска Я вижу здесь Не только любители истории Журналистов Здесь еще и сразу Три кандидата В мэр И Четвертый Представление Четвертого Кандидата в мэра То есть Наши выборы Могут тоже стать Историческим событием Которое может быть Потом напишут книжку Зовите куда Где будет интересно Покажу для вас Ваш Тимур Ханов Из магазина Капитал Пока А вот и Виктор Иванович Младший Парень занят У него дела Это младший Виктор Иванович Да Это младший Виктор Иванович Пойдем посмотрим Что делать Старше Ну это минута Славы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому